Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 31 июля. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании фибогрупп. В студии его ведущий Ярослав Голобор. Валютная пара евро-доллар. Публикация положительных отчетов по инфляции, а также уровня безработицы в еврозоне, оказала поддержку котировкам пары, но активность покупателей остается сдержанной, указывая на общую неопределенность рынка. Открытые оппозиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, но объемы торгов снизились. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается выше среднего значения за месяц, но рассчитывать на существенное охлаждение рынка не приходится. Активность покупателей остается сдержанной, что увеличивает риск более мощного ослабления котировок пары в краткосрочном периоде. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Рассчитывать на дальнейшее укрепление котировок пары без публикации очередной порции разочаровывающих статданных из США не приходится, но и для развития более мощного нисходящего движения все еще оснований нет, поэтому все внимание к отчетности из США. Открытые оппозиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, но объемы торгов снижаются. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних показателей за месяц и полгода, при этом рассчитывать на изменения текущей ситуации не приходится. Лишь публикация неожиданно хороших отчетов из США способна оказать дополнительное давление на котировки пары. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. Рост цен на нефть, а также все еще слабый доллар США удерживает котировки пары у минимума в 2015-го года. Соответственно, лишь дальнейшее ослабление доллара США позволит рассчитывать на дальнейшее снижение котировок пары. Открытые оппозиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, но объемы торгов сократились. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней существенно превышает средние показатели за месяц и полгода, поэтому не исключаю охлаждение рынка. Общая ситуация остается неопределенной, но лишь фиксация цены над уровнем сопротивления 1.24.85 позволит рассчитывать на укрепление котировок пары. А сейчас перейдем к экономическому календарю. С открытием американской торговой сессии трейдерам необходимо уделить внимание канадскому отчету по изменению индекса цен на сырье, вслед за которым будет опубликован индекс Chicago PMI, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». «Фокус рынка» «ФИБА ГРУПП» «Фокус рынка» «Фокус рынка» «Фокус рынка» «Фокус рынка» «Фокус рынка» «Фокус рынка»